Сегодня мы поговорим о том, что такое есть пространство вариантов, потому что мне очень нравится эта фраза, она, эта формулировка взята из книги Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности», по сути, которая описывает то же, что описывает большое количество авторов, то, о чём говорю я, но у каждого есть своя некая методология и свой способ методологии – это некий способ донести информацию до людей, так, чтобы это было понятно. Мы для этого используем различные метафоры, различные интересные сравнения, ну то есть каждый старается объяснить, для чего это. Кстати, не так давно я занималась YouTube-каналом и брала бизнес-интервью, и была у одного человека, руководителя школы, частной, не бизнес, а частной детской школы, и когда мы разговаривали о предметах, о подаче информации учителям, донесения до детей, мы рассмотрели такой предмет, как физика. И я сказала о том, что в детстве мне совершенно было непонятно, непонятен этот предмет, непонятно, зачем я изучаю все эти атомы какие-то, зачем мне всё это знать, и в общем меня это мало интересовало. И он сказал, что это абсолютно естественное и нормальное явление, поэтому сейчас мы изучаем, говорит, например, физику, я не помню, какой класс он сказал, но говорит, мы её изучаем на примере айфона, на примере того, как устроен айфон, как он создан, как он функционирует, какие здесь используются законы, и говорит, и дети совершенно по-другому относятся к предмету. Я подумала о том, что, ёпсель, что я знаю об айфоне, да, как я, ну он начал рассказывать о телефонной связи, и хотела сказать о мобильной связи, да, и я подумала, господи, ну я же тоже понятия не имею, как это там всё по каким-то волнам передаётся, какие-то вышки, я ничего не могу об этом рассказать, но, наверное, если бы я учила в школе это, физику с этой точки зрения, я бы запомнила гораздо больше, да, я думаю, вы согласны со мной. Поэтому у каждого есть некая своя методология, и вот из методологии именно Зеланда мне очень нравится это выражение пространства вариантов, потому что оно целиком и полностью отображает нашу с вами жизнь. И сегодня я постараюсь вам достаточно примитивно, примитивно не потому, что я считаю вас глупыми, а потому что я считаю, что на сегодняшний день наш мозг перегружен информацией, мы с вами хотим или не хотим воспринимаем огромное количество всего, и нам нужна очень такая чёткая, ясная, лаконичная, простая подача для того, чтобы мы могли нечто усвоить, потому что любая сложная информация требует от нас остановки, глубокого погружения, у нас начинают вылазить глаза, и в этот момент наша голова начинает бомбиться тем, что нам срочно надо куда-то бежать, что-то делать, и вообще мы этого не делаем. Итак, вообще откуда вот эта история про пространство вариантов, и что это означает? Я вам такую очень простую расскажу историю экскурса. Значит, согласно квантовой теории, которая сегодня рассматривается уже и имеет огромное количество различных исследований, согласно этой теории, всё в нашей мире, помните, раньше было как там Ньютон делал законы, что у нас есть всё твёрдое, у нас всё состоит из твёрдых частиц, всё есть атомы, и вообще всё является твёрдым. Но были произведены различные, не буду вам рассказывать, не хочу в эту физику внедряться, но суть состоит в том, что согласно квантовой теории, всё в мире является пустотой, а по сути является энергией. Всё является энергией. То есть если мы посмотрим на нас, как на квантовую такую оболочку составляющую, то мы увидим, я это называю для себя, такой лазерной паутиной. Если когда-нибудь делали лазерные бои, то видели, как всё лазером там пробивать. Вот всё есть энергия. И этой энергией должно что-то управлять. Ей управляет сознание. Так уж получилось, что человек обладает этим сознанием. У нас есть с вами разум, есть наш мозг, невероятно фантастический, но я назову это всё-таки инструмент, с помощью которого мы можем управлять этой энергией. И удивительным является то, что раньше считалось, что существует какая-то судьба определённая, определённая, что всё уже является предопределённым. Но согласно квантовой теории, мало того, что настоящее прошлое и будущее находятся вообще в квантовом пространстве, потому что это есть попросту энергия, так ещё и согласно, господи, начиная говорить, читая ваши комментарии, вы меня, простите, сбиваете с мысли. Если вы меня не слышите, то, скорее всего, потому что у вас что-то со звуком, и вы всё равно не услышите то, что я скажу. Но вы меня сбили. Значит, давайте ещё раз. Согласно квантовой теории, мы с вами управляем своей, мы управляем энергией с помощью нашего сознания. И удивительным является то, что пространство вариантов, по сути, называется наша квантовая реальность. То есть в мире есть абсолютно всё. И если вот сейчас я сижу за рулём машины, и я её чувствую в своём физическом, реальном мире, то в квантовом мире это попросту ещё одна энергия, просто энергия. И произведённые опыты, которых большое количество, вы можете почитать на эту тему много литературы, книги, вот можете просто квантовую теорию, возьмите и начните гуглить, вы увидите много информации. Было проведено достаточно большое количество исследований, которые показали, что наш мозг действительно влияет на реальность. И когда человек о чём-то думает, ну проводились, например, там разные эксперименты, например, было с генератором случайных чисел, когда группа людей, взяли группу людей, и на генераторе чисел выдавались, ну, например, шарики с какими-то числами, не помню, как это было. Так вот, люди, которые изначально создавали в голове цифру, которая сейчас выпадет, и затем эта цифра выпадала, там было небольшое количество этих цифр, не помню, 2 или 3, согласно всем исследованиям, было очень ясно, с огромной конверсией, с огромным отрывом, люди, которые заранее говорили, какой шар сейчас выпадет, и, как бы, количество этих совпадений было гораздо выше, чем там, где шары падали сами по себе. То есть, ну, множество, ещё раз говорю, не хочу сейчас просто в это зарываться, потому что я буду вам пытаться объяснить сложное простым языком. Суть заключается в том, что наше сознание, наша мысль, то, о чём мы думаем, когда мы направляем это сознание в пространство, в пространство, в энергию, мы с вами в состоянии именно это получить и притянуть. И получается, что, по сути, это закон притяжения, то есть то, о чём ты думаешь, то, что ты отдаёшь, то ты и получаешь. И если мы с вами посмотрим на такую вещь, как наша, что такое является, чем является наша эмоция, это тоже некий сгусток энергии, по-другому его называют вибрацией энергии, но помните, если, например, есть семь нот, мы знаем, до, реми, фасоли, си, до. Вот точно так же, точнее, до, реми, фасоли, си, точно так же у каждой нашей эмоции есть определённая частота вибрации, мы это излучаем. Для того, чтобы, я всегда привожу этот пример, для того, чтобы вы поняли, о чём я веду речь, вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда вам было очень хорошо, когда вы очень сильно радовались, и вы буквально ощущали, как вокруг вас были такие приятные мурашки, вспомните бабочки в животе, повышенное состояние, вот эти вот наши все гармончики включаются, у вас радость. Если вам сейчас кто-то позвонит и скажет, что вы выиграли в лотерею, или если вам даже позвонит там, ваш ребёнок, вот у меня такое часто происходит, выигрывает на соревнованиях, вы ощущаете физический прилив сил, и вы ощущаете такую повышенную энергию. То же самое в один момент, в одной части происходит, когда происходит что-то плохое, когда вы услышали плохую новость, или когда вам что-то кто-то неприятное сказал, ощущение мы говорим, как будто бы тебя грязью облили, и мы чувствуем вот это состояние на физическом уровне, понимаете, о чём я говорю? Состояние неприязни, вот это и есть показатель наших высоких и низких вибраций. Когда эти вибрации очень высокие, мы чувствуем это на физическом уровне очень активно, когда эти негативные эмоции являются очень негативными, мы их тоже чувствуем, в остальном мы просто чувствуем, что что-то, блин, у меня плохое настроение, что-то не ладится, и мы это ощущаем в реальности. Как это ощущается в реальности? В реальности у вас либо клеятся, либо не клеятся дела, помните? Когда вы за что-то берётесь, и всё, мы называем это, всё идёт как по маслу, то есть это показатель того, что вы находитесь на позитивной, такой высокой вибрации, и вы притягиваете к себе это. Удивительным является то, что ту частоту, которую мы излучаем, те вибрации, которые в нас присутствуют, это мы в свою жизнь и притягиваем. И обычно, поскольку человек является неосознанным и не понимает эту взаимосвязь, то в течение дня вы можете менять эту вибрацию многократно, если вам повезёт, потому что обычно люди пребывают просто в негативной вибрации. Уже проснулся, уже не нравятся новости, уже нет денег, уже всё плохо, и вот оно начинает наматываться одно на другое, и человек проживает в таком состоянии огромное количество своих лет, не понимая самого главного, то, с чего я начала, что мы находимся в пространстве вариантов. Почему? Да потому что наша жизнь представляет собой изобилие всего. В ней есть всё. Богатство, бедность, машины, кареты, лошади, кони, свиньи, любовь, ненависть. В ней есть всё. И если вы сейчас постараетесь абстрагироваться и попытаться понять, о чём я говорю, то вы это осознаете, что есть абсолютно всё. И человек с помощью своего сознания, как будто бы имея огромную ложку, может зачерпывать из жизни всё, что он пожелает. На абсолютно любую ситуацию мы с вами имеем возможность выбрать, как нам отреагировать. Мы можем встретиться, человек садится к вам в машину, вы ему говорите там, какой-то грустный. Он может подумать, что вы грустный, потому что вы ему не рады, что-то себе придумать и получить негативную вибрацию. Он будет сидеть рядом с вами насупленный, вы посмотрите на него и подумаете, что, блин, он тоже вам не рад, и вы понимали, что не зря у вас день не заладился. И таким образом вы можете поссориться с этим человеком, а очень часто и прервать отношения навсегда. А может случиться наоборот. Вы сидите с не очень хорошим или настроением, или состоянием, или просто спокойный. Человек на вас смотрит, не понимает, как вы реагируете, но решает, что он сегодня очень вас любит, он очень рад вас видеть. И он начинает вас обнимать, он начинает вам что-то веселое говорить, он начинает делать вам комплименты, и вы выходите из этого состояния. Вы отвечаете ему такой же радостью, и у вас у вас состоялась прекрасная встреча, вы еще вместе дальше что-то решили с ним делать, и ваша вся направленность ситуации задала определенный вектор вверх. То есть в жизни так происходит постоянно, но вопросом является не только наша реакция, а и наша постоянная составляющая. Потому что в какой-то момент вы услышали об этой информации и думаете, о, я теперь буду выбирать, как я буду реагировать. Это классно Оля сказала, я постараюсь контролировать свои реакции прежде всего, и я буду выбирать, как я буду на них реагировать. Но у вас есть огромный бэкграунд. Это вот знаете как, вот, например, у вас есть большое тело, это всегда очень понятный пример, у вас есть какая-то фигура, и вы, например, узнаете про питание, и вы понимаете, что вам делать для того, чтобы вам больше не набирать вес. Вот у вас была такая проблема, а теперь вы знаете, как это сделать. Но у вас есть тело, которым вы недовольны, и ваша первоочередная задача не только не набирать вес, но еще и создать себе идеальную фигуру. То есть вам нужно проделать работы в два раза больше. Вот вы тоже должны понимать, что помимо того, что вы сегодня вдруг решили, как у нас часто говорят, думать позитивно, считая, что дело именно в этом, ну окей, хорошо, вы должны понимать, что вы созданы, вся ваша реальность уже создана вами, и вы созданы, из чего создан человек, если не брать его в физическую оболочку, да, человек создан из своих привычек, привычек и убеждений, которые есть в человеке. Наши привычки формируют наши убеждения. Например, вы говорите, ваше убеждение, что вы не способны заниматься спортом, потому что у вас не хватает на это силы воли, потому что вы человек, который не любит ходить в зал, которому не нравится бегать, а почему не любит или не нравится, потому что никогда этого не делал, не хочет этого делать, такой привычки нет. Если я говорю, что я не люблю вставать по утрам, то только потому, что я никогда не ставила себе такую цель. У меня привычка спать долго, поэтому я не люблю, да, у меня привычка есть много сладкого, поэтому я не люблю не есть сладкое. Вот это очень-очень важный момент. И мы с вами, повторяюсь, находимся в пространстве вариантов, где мы сами с рождения, по сути, можем выбрать, какими нам быть. Мы решаем, я хочу быть танцором, или я хочу быть великим политиком, или я хочу быть актером, и мы с детства можем себя создавать. Если мы осознаны, но если мы не осознаны, что такое осознанный человек? Это человек думающий, умеющий задавать вопросы и анализировать. Не просто делать, а спрашивать, а зачем я это делаю, а что я чувствую, а к чему меня это может привести, а почему я себя так веду, почему я сейчас злой, за что я злюсь на этого человека. За что я злюсь на себя? А как бы я хотел себя вести? Каким бы я хотел стать? Если бы мы с вами, нас воспитывали так с детства, или если бы мы воспитывали так детей, я очень стараюсь это делать, то наша яркая жизнь начиналась бы гораздо раньше, нежели, чем после 20 лет, а у некоторых значительно позже, когда начинает какая-то осознанность просыпаться. Но посмотрите, что происходит сейчас. Как много сейчас успешных и талантливых ребят, богатых, известных, которым 15-16, которые уже к этому возрасту чего-то достигли. Это не просто так, но это уже история про изменение вообще вибрации нашей Земли. Но мы не будем сейчас ее с вами трогать. Так вот, история заключается в том, что в какой-то период времени вы начинаете вдруг получать информацию, возможно, это произошло прямо сейчас, что, оказывается, вы так живете, потому что во всем пространстве вариантов вы это выбрали для себя сами. Почему вы выбрали ту жизнь, которая у вас есть? Потому что вы не знали, что ваш выбор не ограничен. Потому что вам сказали, что по-другому нельзя, что вот надо обязательно по классическому пути. Ты вот как-то живешь, тебя учитель в школе, который живет в коммунальной квартире, или там всю жизнь прожил в маленькой квартирке на 200 долларов. Учитель определяет, хорош ты в чем-то или нет, талантлив ты или нет. Он ставит на тебя клише, а ты берешь это в себе за правду. Родители, у которых на вас не было времени, потому что они все время зарабатывают деньги какие-то, они пытаются выжить, вот они тоже вам не могли ничего путного дать. И вот вы как-то сформировались, как-то родились, как-то ходите на какую-то работу, живете и находитесь в каких-то отношениях, прогнозируете себе какую-то очень маленькую, в такой маленькой коробочке свою жизнь. Вы думаете, что вот, наверное, вы сможете зарабатывать не 10 тысяч гривен, а 20 тысяч гривен, или не тысячу долларов, а две тысячи долларов, и это будет ваш жизненный потолок. Наверное, когда-то вы сможете себе взять где-то в жопе мира квартирку маленькую, в рассрочку, в кредит, или продав почку. Вы мыслите очень мелко. Почему? Не потому, что вы плохие, потому что вы не знали, что можно по-другому. Потому что там, где вы обучались, там, где вы воспитывались, и в том окружении, в котором вы находитесь, все мысли так, она сформирует то окружение, в котором мы находимся с вами. Поэтому одна из задач, очередная в нашем пространстве вариантов, подумать, а почему я выбрала это окружение? Потому что я боялся выбрать другое, потому что я не знал, что можно иначе. Поэтому сейчас, друзья, хватаемся руками, ногами и другими частями тела за меня, за мои эфиры, за мои видео, за мои марафоны, и слушаем внимательно все, о чем я говорю. Потому что, возможно, я в вашей жизни единственный человек, который не скажет вам, что то, что у вас есть, это предел ваших мечтаний, что выше головы не прыгнешь. Вот вы не на те головы равняетесь. Представьте себе, что вы находитесь в мире, а так оно и есть, с бесконечным пространством вариантов, где есть абсолютно все, в любых количествах, где вы можете выбрать все, что захотите. Кто вам сказал, что чего-то нельзя? Почему? Задайте себе вопрос. Почему, если вам 20, 30, 40, 50 или 70, если вы сегодня еще живы, способны слышать, видеть, и то это не всегда обязательно, есть масса других примеров, но если вы еще живы, то почему вы не можете начать создавать себя другого? Но главный вопрос, который возникает у людей, а какого я себя хочу создать? И вот здесь мы ломаемся. Здесь людям настолько страшно подумать, каким я хочу себя видеть. Здесь так страшно подумать, насколько тот, кем я хочу себя видеть, отличается от сегодняшнего. Здесь так страшно подумать, что это же мне придется делать что-то по-другому и менять свою жизнь, что большинство людей говорят, не, не, это все фигня, это не работает, и утешая себя этим, по-прежнему остается сидеть в своем болоте. Я называю болотом не в частности, там конкретно ваш дом или вашу сумку, или ваша машина, я называю жизнь. Каждый из нас находится в своем болоте. У нас просто болотца отличаются людьми, которые в этом болоте, местом, где оно находится. Так или иначе, мы находимся вот в таком вот с вами болоте. И сразу же говорю, что я не делю людей на хороших и плохих, на умных и глупых, нет. Просто есть люди, знающие и пробужденные, а есть другие, и все. И вы просто находитесь либо в одном ряду людей, либо в другом. Но вот если вы проснулись, понимаете, самое вот забавное другое. Мне сказал один знакомый, говорит, Оля, ну ты делаешь страшное дело, потому что до тех пор, пока ты этой информацией не владеешь, пока ты не понимаешь устройство мира и своих фантастических возможностей, ты имеешь возможность жить и просто, ну, срать в эту жизнь, простите, вот как делает некий товарищ. Ты плюешься, ты, извини меня, харкаешься, вот и в собственной фекалии, и ты думаешь, что жизнь такая и есть. Ты рассуждаешь о сложностях, ты иногда вылазишь куда-нибудь с чипсами и пивом, тебе кажется, что жизнь такая, и ты не можешь на это повлиять, ты такой родился. Но когда ты начинаешь эту информацию, которую я с вами делюсь, когда она проникает в вас, когда она становится таким вашим, знаете, постоянно крутится в вашей голове, начинает вас поедать, как кислота, разъедая старые ваши все понятия о жизни и понимание того, что все, что в вас есть, все ваши убеждения, прошлые ценности, все, что вы себе рассказали, что деньги не главное, что и так хорошо, что не нужно никуда сильно стремиться, это начинает вас разъедать, и вы понимаете, что, блин, по-прежнему жить так, как вы жили раньше, не используя те фантастические возможности, которые есть абсолютно у каждого человека, это преступление. Я еще раз говорю, что я не из тех людей, которые любят врать и рассказывать о том, что, ребята, это уровень элементари, вот прям вообще делать ничего не надо, придите ко мне на марафон, оно с вами произойдет. Нет, это, сейчас пиздеж, это у вас, простите, сейчас я закрою человека, это неправда, вам придется проделать путь, но суть заключается в том, что это, а, увлекательный путь, б, потому что вы все равно будете идти, парадоксальность заключается в том, что мы все равно создаем свою реальность, только мы ее создаем либо осознанно, либо нет, и когда мы не понимаем, каким образом мы на нее влияем, мы очень часто оказываемся в клубке бесконечных проблем, сидим в них и думаем, что это жизнь, что жизнь без проблем не бывает, это неправда, у нас действительно возникают какие-то ситуации, но это ситуации роста, а если вы постоянно находитесь на уровне выживания, где взять денег, чтобы заплатить, как что-то купить, это не тот уровень, на котором вы растете, это уровень существования, на котором вы прожигаете самое ценное, что у вас есть, это ваша энергия, потому что вместо того, чтобы делать что-то важное, получать удовольствие, путешествовать по миру, найти свои сильные стороны и реализовывать их, вы занимаетесь только тем, чтобы свести концы с концами и выжить, вот в этом и заключается вся такая не самая приятная штука, поэтому вы должны понимать, что как ни крути, вы каждый день проходите свой путь, но вы просто идете, когда вы идете не по той дороге, вы выматываетесь из сил, вы решаете бесконечную череду проблем, но ничего другого не делаете, ваша душа не получает никакого жизненного опыта, кроме того, что она сидит и копает, да, есть люди, которые копают просто, но знаете ли, а есть экскаваторы, их не зря придумали, они тоже копают, глупо проживать жизнь экскаватора, понимаете, о чем я вам говорю? Так вот, пространство вариантов под этой потрясающей красивой фразой, таким фразеологизмом, подразумевается то, что в мире есть все, и с помощью нашего сознания мы выбираем, когда мы выбираем для себя определенный путь, профессию, каким человеком я хочу быть, какие отношения я хочу, у нас есть еще очень много полезных, вспомогательных инструментов, которые находятся в нашей голове, те, кто, я уже вижу, что здесь есть очень много ребят, которые идут на рерайтер, на рерайтере жизни я много об этом рассказываю, как это устроено, почему об этом рассказываю, для того, чтобы убрать ваше сопротивление, чтобы в те моменты, когда вам чуть-чуть что-то вас начало шатать, вы понимали, что все, что нужно для нашего осознанного, ошеломляющего успеха у нас есть, мы просто с вами едим не из той продуктовой корзины, и все, парадокс заключается только в этом, поэтому мы с вами сами для себя выбираем и определяем путь, но посмотрите, когда мы находимся в более-менее взрослом состоянии, у нас же есть огромная корзина страхов, предыдущего опыта, полученного лично и наложенного нашими родителями, туда не ходи, это не делай, это у тебя не получится, это не для тебя, много денег не заработаешь, лучше синиться в руках, чем журавель в небе, все все знают, как там говорят, бесплатный сыр только в мышеловках, мы легких путей не ищем, вы сами того не понимая, для себя выбираете самые сложные, дурацкие пути, на которых в результате нет ни успеха, ни денег, ни признания, никаких ваших мечт, а в конце накрываете себя таким покрывальцем и говорите себе, все будет, я верю, это как знаете, простите меня, насрать в миску, где вы делаете пирожки, а в конце накрыть полотенечком и сказать, сейчас тесто дрожжевое подойдет, и я верю, что пирожки получатся вкусные, но как бы можно, конечно, этим заниматься, ребята, но не вопрос, вот многие говорят, Оля, ну вот вы так жестко говорите, вот вы так жестко это объясняете, ну а как вам, мать вашу, еще это объяснить, чтобы вы поняли, вы тратите десятки лет для того, чтобы себе тупо врать, знаете, как сделали состояние, не помню, как зовут эту предпринимательницу американскую, которая сделала состояние на том, что придумала спандекс трусы, чтобы, значит, вот эти животы, которые мы наедаем, и булки, а почему-то тучной женщине хочется надеть же обтягивающее сексуальное платье, но скрыть свои булки, и вот она придумала эти спандекс трусы, и которые утягивают, да, то есть, и вот вы приходите, такая на свидание, к своему, значит, мужчине, он такой говорит, вау, какая у тебя талия, он тебя трогает, ну простите, а ебаться он с вами, как будет, или вы себе в трусах дырку сделаете, вы же когда трусы снимете, во-первых, представляете эту эротическую картину, значит, у вас начинается с ним секс, а вам, у вас эротическая бельишка, чувак думает, что вы, скорее всего, без трусов, она же бесшовная, он вас трогает, он думает, вы секси, а тут, значит, вы такая ложитесь, и начинаете, значит, вот это снимать, и говорите, эхей, помните, джинсы в детстве носили, когда-то такие, которые только мама могла снять, и, значит, он начинает снимать, и тут он снимает, и ваше вот это живот, ему по башке, трэдыш, вот, и вы такие, ой, прости, дорогой, сделаешь неприятное, я живот подержу, значит, ну, понимаете, то есть, мы-то любим врать, прекрасно, мы любим, значит, там себе сиськи, подклеивать этим, скотчем, видели, Бейонсе, или кто там, раз там сиську, чтобы не было видно, что она, значит, там уже подвисла, там, что-то там с ней произошло, нет, скотч, ну, блядь, ну, вы же идете на свидание, это же трешняк, вы знаете, я вам расскажу, я, когда была такая помладше, я любила лифчики с поролоном, господи, я надеюсь, мой муж это не смотрит, он меня убивает за эти истории, буквально, он мне каждый говорит, что ты мочишь, я говорю, я правду говорю, так вот, понимаете, вот этот лифчик с пушапом, и тут пол сиськи пушапа, значит, понимаете, да, о чем я говорю, это же треш, у меня есть три сына, и я их учила, двух учила, третьего не учила еще, я им говорила, смотри, если она приходит в лифчике с поролоном, то ты не видишь, что у нее есть большие сиськи, скорее всего, нету вообще, они так креснели такие, я говорю, нет, если ты не ждешь, что там есть сиськи, то ты не этот, а так очень частенько бывает, так вот, говорю, смотри, значит, пойди с ней куда-нибудь там в магазин, найди какое-нибудь платье ей померить, и посмотри, говорю, чтобы у тебя потом не было этих жестких разочарований, так вот, я ходила до тех пор, пока я ходила на свидание, и знала, что это просто свидание, я могла ходить в поролоне, но дети мои, ну это же стыдно, приходить к мужчине на свидание, подозревая, что у вас может быть с ним секс, и снимать сиську, ну нельзя, но слава богу, уже сейчас, наконец-то, мы дошли до того, что женская грудь в любом своем размере, ну для меня, я дожила до такого возраста, когда женская грудь в любом своем размере, она очень сексуальна, и я сейчас понимаю, что маленькая грудь, она тоже сексуальна, вот, по крайней мере, мне стало это нравиться, может быть, я не знаю, с чем это связано, но я понимаю, что грудь, она сама по себе сексуальна, но нам же надо было ее скотчем там приклеить, там, значит, что-нибудь там ее подрихтовать, и так далее, и так далее, вот в жизни, понимаете, точно так же, мы все время себе пытаемся рассказать, что у нас не все так хуевенько, как есть на самом деле, мы постоянно себя пытаемся с какими-то очень важными делами, значит, там, загромоздить нам, все это очень важно, но есть же всегда результат вашей жизни, и вы его знаете, и вы его видите, и если вы живете, и понимаете, что вам бы не хотелось, чтобы ваши дети жили так же, если вы понимаете, что вы, блин, не очень-то довольны и счастливы, если вы понимаете, что это надо с этим что-то делать, так давайте этим займемся, давайте этим займемся. У меня есть потрясающая фраза, которая когда-то пришла в мою голову, я не знаю, как она туда пришла, но я ей очень за это благодарна, она звучит очень просто, время все равно пройдет. Примешь ты решение начать что-то менять в своей жизни, или в своем теле, или где-нибудь еще, вырабатывать новую привычку, вставать рано, читать, пукать, какать, что угодно, сегодня, или не примешь это решение, время все равно пройдет. Месяц пройдет, но если я это сейчас начну делать, у меня будет результат. Если я это не начну делать, у меня точно так же пройдет месяц, и результата не будет. Когда-то, когда я была очень полненькой и искала суперспособ для похудения, я очень хорошо помню, как в один период времени я решила пойти со своей подружкой в зал, и с нами присоединилась еще одна подружка, значит, нас типа было трое, но вот первая подружка слилась в течение первой недели, а я осталась, и я начала стройнеть, и вот через месяц я не видела этого результата, но через месяц, когда я встретилась со второй подружкой, которая слилась, она сказала мне, блин, как ты похорошела, как ты постройнела, как ты подтянулась, и я увидела на ее фоне, что да, и я поняла, что я могла бы точно так же этот месяц провтыкать, но все, что нас отличало, это то, что она слилась и сказала себе, я сделаю это потом, а я начала делать это сейчас, и вы зря думаете, что результаты не видны, порой для каких-то результатов нам нужен год, два или три, и это кажется огромным количеством времени, но как бы вы ни хотели, это время все равно пройдет, вы на паузу его не поставите, и порой работая день за днем, день за днем, день за днем, когда мы не видим результатов, спустя время мы видим ошеломляющие результаты, я сейчас это наблюдаю очень активно, например, за своими детьми, это очень видно в физическом плане, поскольку они у меня обе спортсменки, я люблю сейчас возвращаться, я веду дневники, и я люблю возвращаться в свою жизнь, я возвращаю сейчас наш дневник, является и наш телефон в том числе, возвращаясь на год назад, я люблю смотреть и на то, как я выглядела, и на то, сколько я зарабатывала, на то, как я себя ощущала в этом мире, вообще, кем я себя ощущала, что я могла себе позволить, я вам могу сказать, что это ежедневная работа над собой, когда ты задаешь вектор направления, когда ты задаешь цели своего развития, это потрясающе, это дает, это огромная разница между той Олей, например, которая была год назад, которая не была плохой, глупой или еще какой-то, и между той Олей, которая есть сейчас, это две разные Оли, завтра у меня стартует марафон «Рерайтер жизни», который впервые стартовал ровно год назад, и это был прекрасный марафон год назад, но его нельзя рядом поставить с тем марафоном, который я сейчас переделала и который будет начинаться завтра, потому что эволюция – это нормально, потому что я для себя выбираю вектор направленности, потому что я из пространства вариантов принял решение выбирать для себя лучшее, если уж я прихожу и есть все, то кем же мне нужно быть, чтобы выбирать для себя проблемы, бедность, отсутствие денег, болезни, как вы это делаете? С помощью своих мыслей, которые у вас есть каждый день. Банальнейший пример – сколько раз в день вы говорите фразу «ничего себе», как часто, когда вы себя плохо чувствуете или вы заболеваете, вы говорите «не я выздоравливаю, а я болею», как часто вы жалуетесь на проблемы, на то, что у вас сейчас нет денег, на то, что вам нужно отдать долги, на то, что у вас что-то не получится, как часто вы чувствуете себя неуверенным человеком, как часто вы рассказываете о своих достижениях, как часто вы чувствуете себя уверенно в какой-то компании, всегда готовы себя смело презентовать, как часто вы чувствуете, что вы успешный человек, как часто вы думаете об успехе, как часто вы к нему подключаетесь, как часто вы его излучаете. Это всё происходит нечасто. А нечасто происходит не потому, что вы плохой, а потому что мы к этому не приучены, потому что никто не учил, потому что мы живём в реальности. Но в какой реальности? Мы живём в пространстве вариантов, и вы выбрали свою реальность и сформировали ее такой, как привыкли, так, как нам это навязали. Сейчас нам все время навязывают эти локдауны, эти намордники, эти прививки, нам все время рассказывают, дрессируют уже как жестких собак, что делать, как делать, все. Мы все время должны жить в страхе, мы должны бояться друг с другом разговаривать, не выходить из дома, сидеть в намордниках и слушаться внимательно, и обязательно провакцинироваться, и мыть руки, и гавкать скоро будем. Почему? Почему мы должны это делать? Почему никто не задает этот вопрос? Почему люди настолько послушны? Мне сегодня звонит моя младшая дочь Ева и говорит, мама, учительница, говорит мне, что у меня нету тетрадки по математике, а я ее вчера оставляла на парте. Я говорю, ну и что? Она говорит, ну вот ее на парте нету, учительница говорит, что значит это я потеряла тетрадку. Я говорю, ну скажи ей, что значит это она потеряла тетрадку. Говорю, раз ты оставляла на парте, скажи, что я ушла, значит теперь это ваша проблема. А учительница, вот понимаете, учитель, мы привыкли, что учителя нужно бояться, потому что учитель сказал, а я говорю, с чего вы взяли, что должна вас бояться, с чего вы взяли, что правы вы, а не я, например. Мы живем по каким-то совершенно дурацким канонам, которые, а что значит, сейчас я перейду к вашему вопросу, по дурацким канонам, которые кто-то придумал, нас не учили хвастаться. А кто говорит, нас учили, что хвастовство это плохо. Я не знаю, что входит в понятие хвастовство, но говорить о своих успехах. Если бы люди каждый день приходили домой и делились своими успехами, если бы, встречаясь с друзьями, мы говорили не о проблемах, а о том, что хорошего мы сделали, если бы мы рекомендовали друг другу не какие-то гадости, а наоборот делали бы брейнштормы, если бы мы больше по телевизору показывали не кто сколько заболел и умер и вселяли в страх, а кто как выздоровел, кто что создал хорошего. Если бы мы с вами были на этой волне, мы бы излучали совсем другие вибрации. Но это другая история, про управление страной, управлять счастливыми людьми очень сложно, потому что счастьем нельзя управлять, несчастными и загнанными людьми управлять гораздо проще, вы должны это понимать. Для того, чтобы дрессировать слона, ему нужно обязательно его выдрессировать, посадить на кол и на цепь, да, и как бы жестко с ним выстроить отношения. С людьми делают то же самое, это же как бы другая вещь. Но вы-то осознанные люди, нам благо, ну как бы мы находимся в том мире, в котором мы можем развиваться, мы можем посещать семинары, лекции, мы можем работать над собой, над своим сознанием. В мире огромное количество людей, к огромному сожалению, пока что на данный момент большая часть она ведома, она абсолютно является, ну как бы управляемой. И поверьте, огромное количество людей, к моему большому сожалению, не смотрят мои эфиры, не воспринимают их всерьёз. И если услышат эту информацию, подумают это полной глупостью, потому что мир — это проблемы, а я тут со своими какими-то позитивным видителем мышления. Мы не понимаем, о чём идёт речь. И когда я говорю такие слова, как ментальные практики, когда я говорю о том, что, друзья, нужно каждый день тренироваться, что нужно полностью перепрошить своё сознание, что нужно осознавать, чего ты хочешь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть квантовая теория, квантовая теория, пространство вариантов — это не нужно. Но раньше это было нужно очень маленькому проценту людей. Сейчас процент людей растёт, и это мега круто. И я надеюсь, что столько лет, сколько я буду жить, я буду делать всё для того, чтобы завладевать, овладевать как можно большим количеством людей, чтобы люди слышали и понимали. Ведь ничего сложного в этом нет. И, собственно, возвращаясь к нашей теме пространство вариантов, неужели ты можешь выбрать в своей жизни всё, что ты хочешь? Да, это чистая и абсолютная правда. И для того, чтобы это произошло, тебе нужно поменять свои привычки и убеждения. И для этого потребуется время, для этого потребуется осознанность. Но это не сложно, это не что-то такое, когда… То есть это естественно, ты приходишь к состоянию потока. Мы всю жизнь с вами как будто бы плывём против течения. И мы гордимся этим, мы всё время говорим, что я не ищу лёгких путей. Я так часто слышу эту фразу от людей, да, я не ищу лёгких путей, я и не верю, я хочу всё заслужить. И я так говорила. Я так говорила до встречи со своим мужем, что я хочу мужчину, чтобы пройти с ним сложный путь, вырасти, чтобы он знал, что я его партнёр, а не видел во мне девочку, которую он может легко поменять. И думаем, господи, ну зачем ты это придумала? Ну зачем ты выбрала себе этот путь дурацкий совершенно? Для чего он тебе был нужен? Мы любим страдать и гордимся своими страданиями. И я очень много лет гордилась, вы можете почитать, у меня огромное количество книг написано, где я делюсь своими вот этим путём завоевания. И все хлопали мне, вставали и говорили, ты такая молодец, и вместе с тобой, глядя на тебя, не так уже грустно проходить свой путь и нести свой крест. И сейчас понимаешь, я просто дура, что стоял поезд, в котором можно было сесть, а я решила пойти и взять крест и понести его. И вот вы должны понимать, что сейчас у нас с вами происходит подобная вещь. Я вам предлагаю сесть в поезд, где вы всему научитесь, а вы говорите, нет, я не верю, я лучше пойду выберу крест потяжелее, буду нести и буду себе пятки, значит, срывать и буду... Зачем? Фишка, и знаете, такая ключевая штука интересная в жизни, это то, что мы можем выбрать себе любое. То есть, если вы выбираете крест, и если вы видите жизнь сложной, вы её получаете. Каждый из нас получает жизнь такой, какой он её видит. Вот в чём вообще зерно. И если вы увидите в любом человеке и в любой ситуации, попробуйте, поищите плохое, и вы это найдёте. Вы можете сейчас посмотреть на меня, на то, как я выгляжу, на то, как я живу, на то, что я говорю, и найти очень много плохого. Если вы поставите себе такую цель, но вы можете во мне увидеть лучшего человека на земле, то же самое вы можете сделать с собой. Вы можете посмотреть на себя сквозь призму неудачника, сквозь призму человека, у которого много раз не получилось, который не так живёт, не так думает, обижает других людей, не использует свой потенциал, портит своё тело. Но вы можете увидеть в себе и другого человека, который делает что-то прекрасное, который ищет себя, который хочет чего-то достичь, который решил, нашёл себя и хочет измениться. И в какой бы момент вашего жизненного пути вы бы это не сделали, это будет вовремя для вас. Ведь у нас всё равно есть свой путь. Я всё время об этом говорю, несмотря на то, что я не особо там религиозный человек. То есть я считаю, что есть сила, которая значительно выше нас, но мы являемся частью этой нашей силы. Потому что если посмотреть на квантовую, опять-таки, всю эту историю, мы все являемся частью одного целого. Понимаете? Мы с вами и есть та высшая сила, мы её маленькая часть. Мне очень нравится сравнение про каплю и про океан, что в океане невероятное количество капель. Но если мы с вами возьмём одну каплю из океана, будет ли это являться океаном? Будет. Она будет иметь точно такое же строение. Если мы химический состав её изучим, она будет точно такая же. Но разница отличается лишь в количестве и в силе, в объёме и в силе. Потому что океан — это то, что способно разрушить невероятное количество городов, потопить суда. Капля ничего этого сделать не может. Но когда мы присоединяемся к своему океану, мы способны сделать абсолютно всё. И мы, опять-таки, можем говорить о том, что за глупости, что за бредни. Но у меня здесь есть два неоспоримых факта. Первое. Я всегда привожу пример того, что разговор с коробочкой, который происходит сейчас, с нашими смартфонами, ещё ребята каких-то 20 лет назад казались фантастикой. Если бы 20 лет назад мне сказали, что я буду ходить со своим телефоном, разговаривать с ним, там все люди на земле будут общаться с любой точки на земном шаре, и вообще это будет стоить каких-то смешных денег, я бы никогда в это не поверила. Но 30 лет назад это показалось бы вообще каким-то сумасшествием, и такого быть не может. И второй момент. Как ни крути, мы все с вами приходим и уходим. Мы все с вами приходим и уходим, не понимая конкретные действия по нахождению себя. Но вот для этого у меня и есть мой марафон «Рерайтер жизни», где мы переходим к конкретике, к конкретным действиям, которые заключаются в том, что нам необходимо изменить своё мышление и понять, как наше мышление, как наш мозг сопрягается с нашей реальностью, как мы с вами сегодня управляем своей реальностью, почему мы это делаем так глупо и бестолково, как наши мысли, наша энергия, как это всё управляется. Потому что одно дело знать, что это у тебя есть, это как автомобиль, одно дело знать, что есть такая коробочка, другое дело научиться и виртуозно водить. Вот мы с вами управляем своей жизнью, мы ей управляем с самого рождения, просто мы не понимаем, мы как пьяные лётчики, знаете, как в мультиках, жмём на какие-то кнопки, и поэтому нас так и водит. И в результате, когда мы какой-то опыт получаем, мы считаем это, мы берём это за правду, из пространства вариантов мы выбираем ту правду, которая вот как нас набила по голове, да, как кто-то говорит, у меня не получается это делать, а откуда ты знаешь, что у тебя не получается? Ну, мне сказали, или я когда-то пробовала один раз, у меня не получилось. Вот у меня сейчас дочери две. Очень интересно, и каждый день общения, знаете, вот этой осознанной, учащейся мамы, я, потому что это сложно быть мамой, особенно когда ты что-то соображаешь и понимаешь, что тебе важно не сломать своего ребёнка. Вот ко мне приходит Алиса и говорит мне, ей 9 лет, она гимнастка у меня, профессиональная, с трёх лет занимается, с трёх с половиной. Она приходит, говорит, мама, сделай мне, пожалуйста, хвост. Она на тренировке делает всё время гульки там. Я ей говорю, Алиса, ну ты же уже сама начала его делать, сделай его себе. Она говорит, ну вот у меня не получается опять. Я ей говорю, скажи, пожалуйста, а как ты делаешь там какой-то бросок или там поворот в планшет? Она говорит, ну как, верчу. Я говорю, ты знаешь, у меня не получается. Она говорит, ага, мама, если бы ты 6 лет тренировалась бы каждый день по 5 часов, у тебя бы получилось. Я ей говорю, ну видишь, вот тебе ответ на твой вопрос. Чтобы у тебя получился хвостик, тебе нужно его делать. Если ты будешь делать его каждый день, он у тебя получится гораздо быстрее, чем через 6 лет. Мы должны обучать. Я считаю, что самое ценное, что я могу дать своему ребёнку, это не деньги, а навык умения их зарабатывать. Это не сделать за него, а научить его, как это сделать и так далее. Мы должны быть думающими, соображающими. Поэтому моя задача не дать вам какие-то… Вот мы со школы привыкли всё время, что нам дают готовые ответы, шаблончики. Знаете, вот всё должно быть с решебничком. Нет. Ваши головы атрофировались. Здравствуйте. Ваши головы атрофировались. Вы уже перестали думать. Вы разглянились. Вы уже похожи на людей, которым лень заняться сексом, которым проще сидеть перед телевизором и заниматься анонизмом. Вот так вот, да? Мальчики, простите, к вам обращаются. Не, ребята. Нужен первоклассный секс. Нужна движуха. Нужно всему научиться, подвигаться, подёргаться. Понятно, что сейчас сказать, ой, да это всё лень, и в принципе эффект один и тот же, да? Произошли, в конце кончили, и всё нормально. Но процессики разные. Мы все с вами умрём. Кончим все одинаково. Уж простите, пожалуйста. Хотите закончить, хотите кончить, выбирайте, как вам больше нравится. Но процессы будут разные, ребятушки. Я хочу, чтобы вы включили интерес, чтобы вы дали себе возможность попробовать, чтобы вы загорелись, чтобы вы возбудились от мысли того, что вы можете поменять свою жизнь. Когда мне человек пишет о том, что мне уже 45, и мне уже поздно, я начинаю смеяться. И прихожу к своему мужу, которому уже 57, и говорю, милая, а в гробе к ней не пора ещё. Человеку 45, ему уже поздно, он смеётся. Я не понимаю, как люди себя начинают чувствовать старыми в каком-то возрасте. Вы знаете, когда мне было 12, я помню, как я смотрела на свою маму, которой было чуть-чуть больше 30, и мне казалось, что ящик уже не за горами, что в таком возрасте это уже просто как вообще можно дожить. Потом я помню, как в 20 я впервые подумала о том, что когда-то мне, наверное, будет 40, но, скорее всего, это будет уже дряхлое какое-то состояние. Сейчас мне, благо, 37, и я понимаю, что моя жизнь ещё, по сути, не начиналась. Я ещё там какая-то девчонка, не помню какая, и, собственно, ещё ничего не началось. Как выработать волевые качества? Любое качество вырабатывается методом тренировки. Во-первых, важно понимать, что для вас волевое качество, где вы хотите это волевое качество. Понимаете, вам само волевое качество не нужно. Вот качество, как и деньги, вам сами по себе не нужны. Что вы будете делать с этими бумажками? Важно понимать, что именно вы хотите, чего вы хотите. Что значит волевое качество или деньги? Вы хотите деньги, чтобы себе что-то купить или что-то иметь, или иметь какое-то ощущение. То же самое и здесь. Не усложняйте жизнь, не называйте какими-то сложными. Выработать волевое качество сложно, потому что это непонятно, что вырабатывать. А вот, например, выработать в себе привычку приходить вовремя, это понятно, как делается. Все очень управляемо, все очень понятно тогда, когда вы хотите это решить. Когда нет, вы начинаете обкладываться разными красивыми фразами и в результате чувствовать себя умным. Как одна моя знакомая сказала, говорит, сидела специально посадила свою подружку послушать твой эфир. В конце эфира она рассказала мне абсолютно все. Вот она оспорила все, что ты сказала, и довольная, счастливая ушла к своему нелюбимому мужу, у которого уже давно есть любовница. Извините, сосать хуй. Поэтому вы можете себе рассказывать все, что вы хотите. У меня нет цели кого-то заставить, у меня нет цели затащить вас силой, приходите ко мне на рерайтер. Да ну вас нафиг. У меня очередь из людей, которые хотят это сделать. Я хочу посеять в вашу жизнь сомнения, что может быть та жизнь, которая вам не нравится, она может измениться. Я хочу дать вам шанс на эти изменения, показать вам, что вы сами себе придумали все эти сложности, что вы сами для себя выбираете то, что у вас есть. И те проблемы, которые у вас есть, это тоже ваш собственный выбор, хотя вы и в корне с этим не согласны, как и впрочем с тем, что вам необходимо меняться, и я могу вам в этом помочь. Мы сами для себя определяем, что есть хорошо, что плохо. Мы сами способны себя излечить точно так же, как искалечить. Я хочу, чтобы вы это осознали, по крайней мере попытались это сделать. Сколько времени понадобится поменять мышление? Я вам могу сказать, что квантовый скачок в изменении своего мышления произойдет в течение месяца. Это не говорит о том, что вы поменяетесь на 100%, но это говорит о том, что первые 50% произойдут именно в первый месяц. Остальные 50%, как пойдет, может поменяться за год, может поменяться за пол, может растянуться, может 90% измениться еще за пару месяцев, а 10% затянутся. Потому что не так просто нашему мозгу и нам самим совладать с новой реальностью. Ведь когда мы начнем менять мышление, начнет меняться все вокруг нас. Наши мысли будут другие, наша энергия будет другая, и наш мир, который у нас есть сейчас, будет разрушаться, он будет меняться. Я не говорю, вот эта оценка «разрушаться плохо», кто вам сказал, что это плохо? Например, если взять и развалить старый дом, разве это плохо, если на его месте вырастет другой? Но мы люди, нам страшно все менять. Нам вот это, знаете, вот как-нибудь надо вот аккуратненько. Нам вот у людей такое существует, привязка к чему-то старому. Знаете, как раньше вы любили по телевизору, когда я смотрела телевизор, по утрам показывать программы, как из старой футболки сделать новую. Я сейчас себе все время задаю вопрос, а зачем из старой делать новую, если можно взять новую? Вот и все. Значит, теперь давайте, у нас осталось не так много времени, мы перейдем к главному. Конечно же, все это я вам рассказываю, не потому что я очень классная Оля, хотя и это тоже, не потому что я просто хочу, чтобы поменялась ваша жизнь, потому что я хочу приложить к этому руку. Давайте будем откровенны. А может быть и другие части тела. Поэтому я, конечно же, активно вас зазываю и соблазняю тех людей, которые готовы или когда-нибудь станут готовы вспомнить обо мне и вспомнить о том, что у меня есть марафон-рерайтер жизни. Завтра мы стартуем. 1 апреля, вот сейчас я снимаю это видео, и завтра у нас 1 апреля, такая забавная, шутливая дата, у нас стартует новый поток марафона-рерайтер жизни. Людей там в этот раз очень много. О том, как это происходит, что там происходит, вы можете зайти ко мне на страничку в профиле у меня, вот в шапочку, если вы зайдете, там классните, откроется ссылочка. Можно загуглить просто в Google. Ольга Ермилова-рерайтер жизни, и он тоже выйдет. Можно помолиться, можно, если ничего не помогает, написать мне в директ, я вам лично даже пришлю ссылочку. Там вы сможете почитать, что это, как это, потому что я уже устала об этом говорить. Я вам могу сказать одно. Рерайтер жизни – это то, что должен пройти каждый. Это то, что научит вас понимать себя. Это инструкция по управлению своей жизнью, своим мозгом. А вас ждут интересные моменты, потому что иногда может стать очень горько от того, что оказывается, что всю жизнь вы использовали свои мозги не по назначению. Но не отчаивайтесь, у каждого из нас есть свой путь. И самое дурацкое, что мы можем делать, это, конечно, сожалеть о нашем прошлом. Но я вас даже научу вам помогать себе в прошлом, и как себе в прошлом донести эту прекрасную, замечательную информацию в том числе. В общем, что я вам хочу сказать. У вас есть сейчас удивительная возможность попробовать на платежи. Вы можете купить эту пробную версию. Пробная версия доступна несколько дней в неделю. Как правило, это конец 20-х чисел и начало первых чисел. У вас сейчас есть такая возможность. Для того, чтобы, если вы вообще не понимаете, о чем я говорю, но вам стало страшно интересно, или вы думаете, ёпси, ну неужели я действительно смогу изменить свою жизнь. В общем, у вас есть возможность безобидно это попробовать, посмотреть, что там происходит, посмотреть на уроки, написать пару глав книги своей жизни. В общем, марафон на сегодняшний день настолько хороший, там так много всего крутого, что мне сложно описать его словами. Я могу сказать вам результат. Вы поменяетесь. А если вы будете работать, вы поменяетесь очень сильно. И как только изменитесь вы, всё вокруг вас начнёт меняться. Это лучшее, что вы можете сделать для себя, если, конечно, вы готовы к переменам. Если вы отчаянно хотите доказать себе, что ваша жизнь не такая плохая, и что вообще важно довольствоваться тем, что вы имеете, наслаждайтесь. Очень нравится выражение на английском enjoy yourself. Наслаждайтесь, пожалуйста. Я не буду вам рассказывать, что вам надо меняться. Сами решайте. Я вам рассказываю. Если у вас появляется потребность, и вы задаёте мне вопрос, Ольга, а где этому можно научиться? Вот я вам рассказываю. Научиться этому можно у меня. Можно огромное количество литературы перевернуть, пересмотреть кучу всяких видео, разных, как хотите. Нравлюсь вам я, нравится вам мой подход? Welcome. Вы мой человек, я для вас открыта. Не нравлюсь? Ну, прекрасно. Значит, теперь вы знаете, кто вам не нравится. Стоимость рерайтера жизни, он длится месяц, стоимость его 100 долларов сейчас. Стоимость вообще меняется, в зависимости от того, в какой период времени жизни вы его покупаете. На данный момент цена базового пакета от 100 долларов. Вы можете посмотреть, что это включает и так далее. Что вам ещё сказать? Вот, цена уже ответила. Что вам ещё сказать? Вы можете, кстати, если вы не читали мою книгу, где я рассказываю о том, почему ваши мечты не исполняются, там ещё у меня есть бесплатный курс. Короче, если вы хотите от меня кучу подарков, то вы можете мне просто в директ написать «Хочу книгу». Пожалуйста, просто два слова. «Хочу книгу». И бот вам отправит мою книжку, подарочки, тоже понаслаждайтесь. Если вы готовы к рерайтеру, приходите. Уверяю вас, это очень круто. И я очень горжусь тем, что я делаю, потому что у меня есть один момент того, что мне нравится, второй, то, что я считаю это истинным своим призванием, предназначением. Я получаю от этого ещё какие-то космические наслаждения абсолютные. И для меня правда важно, чтобы люди менялись. Вот такой я себе человек, такое служение я себе выбрала, чему безгранично счастлива. На этой замечательной ноте я вас хочу поблагодарить и попросить вас, в прошлый раз не попросила и жалела, оставьте, пожалуйста, комментарий после этого эфира, когда я его опубликую. Для меня, во-первых, это очень ценно и важно. Я очень люблю, когда меня благодарят. И сама стараюсь благодарить больше, потому что, поверьте, это очень мощная энергия, мощный фидбэк вы от этого получаете в том числе. Во-вторых, люди, которые не смотрят эфир, когда заходят и видят, что там есть много комментариев, конечно, тоже хотят его посмотреть. А я считаю, что я достаточно интересно веду эфиры, я стараюсь для вас это делать, делать это энергично, чтобы вы не засыпали. Поэтому мне очень хочется, чтобы мои эфиры смотрело как можно больше людей, я всегда благодарна, когда вы их шерите. В общем, оставьте, пожалуйста, несколько слов об этом эфире, для того, чтобы другим людям было приятненько, после того, когда я его опубликую у себя в ленте. Я вам всем благодарна, я вас жду на рерайтере, завтра мы стартуем. Приходите хотя бы на пробную версию, хотя бы посмотреть одним глазиком, вот, что там происходит. Всем обнимаю и выбирайте из своего пространства вариантов для себя самое лучшее. Пожалуйста, забудьте о фразах, вроде бы мы легких путей не ищем, бесплатный сыр в мышеловке нет. Мне жизнь дает всегда все самое легкое, точнее, все самое лучшее, самым легким, безопасным, быстрым для меня путем. Принимайте, приучайте себя к подаркам судьбы, приучайтесь быть подарком судьбы, любите себя, цените, вы потрясающие, вы правда потрясающие. Обнимашки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!